Итак, зовут меня Нечаев Денис, я инструктор-центспециалист и поддаю, в частности, курсы по автоэффекту. Замечательная программа, которая позволяет на сайт творить с видео совершеннейшие чудеса. Если вообще говорить про все эти действия, которые будете совершать, когда захотите сделать какой-то свой интересный видеопроект, все ваши операции, которые будете выполнять с видео, они, условно говоря, делятся на две большие категории. У вас есть камера или фотоаппарат, вы сняли какие-то видеоролики, все эти видеоролики в виде файлов каких-то переписались на компьютер, и вам нужно будет. Из этих файлов выбрать только те кусочки видео, которые вам нужны, все эти кусочки видео между собой соединить, чтобы уже представляли они собой такую некую последовательность роликов, добавить к этим соединенным вместе с кусочком озвучку, голос или музыку, добавить какой-нибудь красивый нарисованный титр с фотошопа, чтобы у вас была ваша ролик старт-заставка, давать там какие-нибудь финальные титры, у вас только будет получаться фильм. То есть вы будете действительно выполнять монтаж вашего видео, соединяя оснятые фрагменты видео в нужную последовательность, чтобы они шли в нужном вам порядке, добавляя эти озвучки, добавляя какие-нибудь там красиво сделанные титры, у вас получается настоящий видеоролик. Такие вот операции, они называются видеомонтаж или нелинейный видеомонтаж. И если говорить про те же самые адобовские приложения, этим занимается замечательная программа, которая называется «Адоб Премьер». Наверное, в настоящее время это самая лучшая программа именно для задач с ферментомонтажем. И в ней вы можете делать все эти операции легко, просто, быстро и очень профессионально. Ну и плюс, конечно, еще эта программа обладает, возможно, добавляя всякие интересные эффекты к вашему видео. То есть там можно будет выполнять цвет-коррекцию вашего видео, если вдруг вы осняли слишком темное видео или слишком светлое. Это позволяет добавлять всякие специальные эффекты, которые позволят вам, отчасти, немножко украсть ваше видео. У вас в итоге после всех этих операций, связанных с монтажом, будет получаться некий видеоролик, который вы сохраняете либо на диск, либо там в виде файла, в YouTube публикуете, и все замечательно будет получаться. Однако, несмотря на то, что в примере есть какие-то эффекты, они все-таки немножко простоватые, и то, что сейчас называется термином спецэффекты, они, конечно, не совсем будут соответствовать. Поэтому, когда вы захотите добавить к вашему видео что-то такое совсем интересное, необычное и красивое, вам придется столкнуться с вторым типом действий, который обычно называется компоузинг. Или просто обычно называют добавление спецэффектов к вашему видео. Я как раз занимаюсь программой, которая называется Adobe Star Effect. After Effect, чтобы вам сразу было понятно, что эта программа вообще умеет делать с видеоизображениями, After Effect можно будет назвать как Photoshop для видео. Фактически все, что умеет делать в Photoshop с картинками, монтаж, коллажи и всякие там разные интересные эффекты, то же самое умеет делать After Effect с вашими видеоизображениями. Вы можете взять несколько видеороликов, вы можете там с одного ролика взять фон, с другого ролика вырезать какого-нибудь там персонажа, добавить ему этому разнообразный эффект, начиная с каких-то простых эффектов типа того же самого тени, заканчивая там всякими красивыми взрывами, огнем, бликами, вспышками света и прочее-прочее. И у вас же будет получаться действительно то, что называется спецэффекты. То, что вы как раз видите сейчас в большом количестве экрана телевизора, в роликах, в заставках, в фильмах и прочее-прочее. И вы сможете, в принципе, из вашего смонтированного в примере видео какой-то нужный кусочек видео вырезать, его перебросить в After Effect, в After Effect над ним спокойно поиздеваться, и потом обратно уже вернуть измененный с какими-то красивыми эффектами этот фрагмент видео обратно в пример. У вас, соответственно, уже будет получаться немножко более симпатично и лучше выглядящий ролик с какими-то интересными визуальными эффектами. Хотя на самом деле After Effect умеет делать свои собственные проекты, то есть, конечно, он очень часто и очень активно использует связки с премьером, когда он работает с какими-то большими проектами. Но тем не менее, все, что называется сейчас модным словом motion design, когда вам нужно будет заставить большое количество изображений как-то хитро двигаться по экрану, или то, что называется инфографикой, когда вы видите разнообразные ролики с большим количеством появляющихся текста, как красиво набирающихся, с их там графиками, с какой-нибудь там несложной анимацией, соответственно, все это как раз After Effect умеет замечательно делать. Если вам нужно будет в итоге получить некий видеоролик с достаточно сложной анимацией, текстовой анимацией, анимацией графических объектов, анимацией видеообъектов, по совершенно разной задаче, как раз с этим After Effect совершенно замечательно справляется. Ну, чисто технически все вот таким вот образом происходит. Простите, пожалуйста, еще повторяюсь, немножко проблемы у нас с тестировочной версией возникли, поэтому сейчас придется примерчики немножко на коленке делать, но, по крайней мере, все равно будет понятно, что и как у нас с вами будет происходить. Итак, программа Adobe Premiere, которая как раз занимается этим самым замечательным видеомонтажом. В нем можно загрузить абсолютно любые видеоролики, которые у вас в проекте будут использоваться. Я возьму что-нибудь такое стандартное, Windows-овое. Их может быть нескольких видеороликов, может быть один видеоролик, то есть у вас, соответственно, будет получаться некая последовательность клипов, которые как раз и будут показывать. Некий снят видеоматериал. Сюда я могу добавить озвучки, сюда я могу добавить какие-то замечательные стартовые титры, типа там начало фильма про животных, может отдавлять будет музыку, то есть вы действительно будете делать то, что называется монтаж вашего видео. Есть подборка эффекта, естественно, в примере, но ее все-таки простенькие, поэтому если вдруг захочется каким-то образом изменить более сложное видео, я буду поставить следующим образом. Ну, например, есть у меня вот такие вот замечательные птички на фоне неба. Я смогу легко, упс, что-то мы потормаживаем немножко. Я смогу достаточно легко при желании нужный фрагмент, который хочу перебросить в After Effects, вырезать. Здесь сделаю разрез, здесь сделаю разрез. И у нас с вами в итоге будет получаться какой-то один кусочек, который как раз мы хотим с вами более сложным образом изменить. И очень удобно то, что все адововские программы, которые занимаются именно видеопроизводством, между собой замечательно дружат, вам ничего не нужно будет как-то там хитро все пересохранять, перезаписывать. По тому кусочку видео, который хотите перебросить в After Effects, вы просто щелкиваете правой кнопкой мыши, и у вас обязательно будет появляться в контексте меню специальная команда. Сейчас, секундочку. Понятно. Будет появляться специальная команда, которая называется Replace with After Effects Composition. Командка, которая автоматически перебрасывает ваш фрагмент видео из примера After Effects. Все происходит достаточно быстро. Как только это сделали, эту переброску, сразу иконка After Effects замигала внизу призывно. Ну и, соответственно, у вас уже в After Effects появляется тот кусок видео, которого непосредственно вырезали, и с ним здесь можно будет делать абсолютно все, что угодно. Можно будет в случае необходимости легко убрать фон у наших птичек синий. Можно будет вместо фона добавить какой-нибудь, стандартный фон неба, добавить какой-нибудь там фон специальный, типа спецэффект. Можно будет в случае необходимости запустить на птичке, на птичках какой-нибудь там эффект, подобие того же самого, пускай будет снега. Вот такие у нас с вами птички замечательно будут получаться. Фон другой, снег идет, все замечательно. И смотрите, вам не нужно так же делать никаких специальных телодвижений, вы изменяете что-то в After Effects, всегда можно будет обратно вернуться в пример, и те изменения, которые сделала After Effects, вас сразу оказывают здесь в примере. То есть вы работаете с двумя программами, как с таким одним большим модулем. К примеру, выполняет такие глобальные операции монтажа, где вы убираете нужные фрагменты видео, добавляете общую озвучку, добавляете общие титры. А когда захотите что-то такое сделать совсем интересное и красивое с вашим видео, спокойно уже идете в After Effects, и в After Effects на вашем видеофрагменты спокойно издеваются, добавляют какие-то там красивые эффекты, и уже действительно в итоге получается совсем другой уровень продукта. Не только правильный красивый монтаж, но еще и, соответственно, все это будет оформлено какими-то красивыми спецэффектами. Это на самом деле очень удобно, и это действительно позволяет очень быстро и очень хорошо, даже совсем сложные проекты с помощью двух программ, соответственно, выполнять. Ну, с учетом того, что помимо этих двух программ, есть еще и другие адобовские программы, то есть сам Photoshop, то есть если нужно будет нарисовать какую-то статичную графику красивую, типа тех же самых стартовых титров, Photoshop замечает все это делать, естественно, и в пример After Effects можно будет в Photoshop с картинкой напрямую загрузить. У нас есть с вами еще и иллюстратор, Adobe Illustrator, который умеет рисовать интересные векторные объекты. Всякая разная инфографика, всякие разные логотипы, совершенно та же замечательная из иллюстратора, и в пример After Effects вставляются. Если нужно будет нам с вами, например, сделать что-то такое интересное со звуком, вдруг озвучка не очень хорошая у вас получилась, хотите подправить качество вашего звука, или хотите, например, в случае необходимости из стереозвука, сделать звук объемный под озвучание 5.1, например. Есть для этого в адобовских продуктах программа, замечательная, называющаяся Audition, которая работает со звуком. То есть все, что сейчас называется у Adobe Adobe Creative Cloud, то есть есть набор программ, позволяет вам очень легко и просто выполнять проекты, видеопроекты любой сложности, пользуясь только средствами адобовских положений. Это на самом деле очень-очень удобно. Но помимо всего этого, конечно, After Effects умеет делать и свои собственные проекты очень интересные. У него очень могучая анимация, которая позволяет нас с вами и текстовые объекты, и графические объекты, и видеообъекты двигать совершенно разнообразным образом по экрану. У него есть очень большая подборка эффектов, как стандартных эффектов, так и дополнительных эффектов, которые позволяют украшать наше с вами видео достаточно интересно, всяческим разнообразным образом. Есть программирование, которое позволяет в случае необходимости для управления эффектом, писать всякие разные там интересные программы, и уже ваши объекты будут двигаться не просто в виде какой-то руками сделанной анимации, а подчиняясь определенным математическим, физическим формам, ну и прочее, прочее. То есть совершенно замечательный продукт, который позволяет нам сделать любую экранную анимацию, которую вы только можете себе представить. И в итоге у вас будет получать достаточно интересный анимационный ролик. И этому как раз у нас с вами посещены курсы наши автоэффектские. В настоящее время у нас с вами два курса только представлены, но уже, я думаю, что на следующей неделе появятся и остальные два курса, то есть все у нас будет в цепочке курсов, четыре курса по автоэффекту. Первый из которых – базовый курс, где будут рассмотрены все основные базовые действия с изображением, которое будет загружать непосредственно автоэффект. Мы с вами научимся загружать абсолютно любые исходные файлы, и статичные, и векторные, и видеофайлы, и научимся выполнять все нужные операции с этими нашими футажами, и научимся в случае необходимости статики их менять, каким-то хитрым образом анимировать. Посмотрим все основные способы так называемой ключевой анимации, которая является в настоящее время все равно одной из основных способов, основной возможностью заставить наши объекты в автоэффект, как это двигаться. Обязательно посмотрим работу с текстом, что мы могли в случае необходимости делать всякие разные текстовые эффекты. Не просто какие-то там статичные титры, как умеет делать тот же самый пример, а уже делать интересные анимационные титры. Научиться на работе с трехмерными слоями. Автоэффект умеет уходить из плоскости нашего двухмерного экрана и создавать достаточно интересные трехмерные сцены, чтобы у вас действительно ощущался некий объем в ваших будущих проектах. Ну и, конечно, научимся взаимодействовать правильно автоэффектские проекты, с премьером, что вы уже могли не только средствами автоэффекта пользоваться, но и могли, собственно, уже при желании создавать достаточно интересные глобальные проекты с монтажом вашего проекта в Adobe Premiere, с каким-то красивым и интересным эффектом, который будет делать непосредственно автоэффект. Касаемо всех лейбазовых действий, примерно таким вот образом у нас с вами будут выглядеть наши занятия. У нас будет, естественно, в качестве исходных материалов определенные футажи, которые, как правило, просто готовятся в Photoshop или в Illustrator. Это обычные статичные растрелы электронной картинки или видеоизображения. Типа такая вот замечательная машинка, которая у нас с вами будет нарисована непосредственно в Photoshop. Очень удобно то, что если вы сохраняете ваши фотошопские изображения отдельно по слоям, прямо напрямую в Photoshop в формате, у вас и в After Effects все это приходит уже разделенно по слоям, то есть не нужно будет мучиться с каким-то хитрым разбиением, развязанием. Все получается очень достаточно удобно и хорошо. Секундочку, чуть-чуть пожизнерадостнее фон сделаю в композиции, а то на черный фон как все мрачно будет смотреться. Ну и легко можно будет сделать, например, захотим мы с вами заставить наши колесики машины вращаться, можно будет легко эти самые колеса заставить крутиться. Здесь как раз нас с вами будет вступать в игру вот эта самая замечательная ключевая анимация. У всех наших изображений будет определенный набор свойств, который позволяет в случае необходимости position нашей картинки двигать каким-то образом по экрану, или там rotation, вращать наше изображение по экрану. Ну и можно будет просто объяснить After Effects, что, например, у ты замечательное колесо. В начале нашей анимации у тебя угол поворота будет нулевой, а к концу анимации ты сделаешь, ну, например, там 10 полных оборотов. И наше колесико будет совершенно замечательно крутиться. Ну, на самом деле, наверное, 10 маловато в нашем случае, 100 полных оборотов. Ну и в итоге, ну, немножко, конечно, шиновантаж подвелок, в том плане, что чуть-чуть сбоит колесико, но оно замечательно с вами крутится. То же самое можно будет сделать в случае необходимости и для нашего второго колеса, также заставить его точно таким же образом крутиться. Ну и в итоге наша машинка пока что стоит на месте, но колесики у меня уже совершенно замечательно крутятся. Одной машинки у нас с вами будет недостаточно. Я захочу добавить еще какой-нибудь там текст, который будет у нас, например, за машинкой двигаться по экрану. Естественно, легко можно будет создавать разнообразные текстовые объекты. Упс. Если вы работали с текстом в том же самом фотошопе, то ничего особенно нового не увидите. Вообще текстовый движок по доступу к программам примерно одинаковый. Те же самые настройки, те же самые возможности выбора шифтов. Побольше текст я это сделаю. Работа с текстом на самом деле в After Effects очень замечательно сделана. Помимо того, что вы можете при желании этот текст анимируя как совершенно обычный объект, он будет двигаться у вас как единое целое. Есть на самом деле возможность в случае необходимости заставить отдельные буковки нашего текста двигаться по экрану. Так называемый текстовый аниматор, который тоже будет в первой части курса обязательно рассматриваться. Захочу, например, чтобы мой текст не просто был такой скучный, статичный, а чтобы буковки у меня каким-то хитрым образом подрагивали на экране. Легко могу добавить своему тексту дополнительные свойства. Итак, помимо того, что я могу заставить двигаться весь свой текст как единое целое, я могу добавить своему тексту дополнительные свойства, которые будут мне позишен, смещать мои буковки определенным образом. Могу добавить нужный мне сдик, чтобы они у меня каким-то образом чуть-чуть двигались по вертикали, чуть двигались по горизонтали. Ну и могу добавить специальные команды, с помощью которых у меня будет, например, мой бук каким-то таким вот забавным образом на месте шевелиться. Ну да, шевелится немножко слабовато, пускай шевелится усилнее. Или, например, чтобы они еще у меня немножко раскачивались под небольшим углом. Какие-то такие вот буковки замечательно будут на сами уже получаться. Немножко более интересно выглядеть, чем просто статичная бука. Плюс в случае необходимости я захочу заставить свои буковки двигаться не просто по какой-то прямой траектории, по какой-то там хитро нарисованной дуге. Я могу просто в своем тексте в случае необходимости нарисовать путь, по которому мои буковки будут двигаться. Ну и просто сказать, что вы, буквы, будете «пс» двигаться по пути. И уже у нас с вами будет наш текст совершенно замечательно по пути двигаться, и при этом еще будет забавно дрожать. Самое, что приятное, моя машинка, естественно, не будет отставать от нашего текста. Хочу, чтобы у меня и машина двигалась тоже по пути. Да легко. Мой нарисованный на тексте путь я могу в случае необходимости выделить. И на свою машину его могу вставить. Ну, только сейчас мы ее оттащим, чтобы она все-таки начинала двигаться откуда-то вот отсюда. Ну и уже, оп-оп, сейчас, секунду. Ага, только что-то она у меня наоборот двигается, но это не очень страшно. Страшно. А, сори-сори, это моя ошибочка. Немножко я почему-то на то свойство все это вставил. Да. Смотрю, что совсем как-то все странно получается. Ну и уже наша машинка там, например, те же самые 10 секунд, по той же самой траектории, что наш текст будет, соответственно, двигаться. Колесики крутятся, все замечательно происходит. Ну, только ее, конечно, лучше сделать немножко поменьше, но и совсем будет хорошо, если она у нас по этой траектории будет еще и наклоняться, типа по холмикам двигаться. Ну и, наверное, все-таки я ее чуть-чуть пониже оттащу, чтобы она у нас совпадала примерно в той же самой траектории, что и наш текст. Все, что мне останется сделать, это совместить движение моего текста с этой машинкой. Типа мой текст изначально будет находиться за пределами экрана слева, за машинкой. Как только машинка у нас с вами выезжает из-за пределов экрана, начнет двигаться наш текст отсюда, ну и когда машинка доползет до конца экранчика, наш текст также за машинкой поедет. Ну и в итоге будет получаться такая вот анимашка. Машинка едет у нас с вами по холмикам, текст за машинкой едет, текст еще у нас с вами будет забавно подрагивать, все хорошо будет непосредственно получаться. По факту совершенно базовая ключевая анимация, почему вы буквально-то научитесь на втором интере занятия в After Effects, она же позволяет создавать достаточно забавные анимашки с большим количеством двигающихся объектов, все совершенно замечательно будет непосредственно получаться. Уже эту анимашку можно будет скринять в виде видеоролика, ее можно будет отдать тому же самому примеру, чтобы уже ваш After Effects проект стал частью премьерского проекта, то есть уже можно будет с ней, с каким-то итогом продукта, совершенно замечательно работать. Ну и только одной базовой анимацией у нас с вами будет After Effects, естественно, она с вами захочется добавить какие-то интересности, связанные именно с эффектами, поэтому есть в нашем распоряжении вторая часть курса, которая уже будет работать с так называемыми стандартными эффектами. У After Effects есть достаточно большая коллекция готовых эффектов, которые сразу после установки программы у вас на экране, уже в распоряжении вашем появляются. И как раз эта вторая часть курса будет причина от того, что вы будете учиться работать с эффектами стандартными. И достаточно много. Есть эффекты корректирующие, с помощью которых можно будет, в случае необходимости, там, ту же самую цвет коррекцию ваше видео делать. Есть эффекты специальные, которые позволяют на сами наше изображение каким-то образом деформировать, если вдруг нужно будет где-то что-то вписать или куда-то что-то подтянуть. Есть на сами эффекты, которые позволяют делать всякие интересные рисовательные вещи, либо от руки рисовать, либо рисовать каким-то уже отрисованным формам и прочее, прочее. Ну, например, если вдруг мне захочется сделать что-нибудь такое, типа логотипа несложного, который будет у меня неким хитрым образом появляться на экране, я могу взять текст, который у меня будет написан непосредственно в эффекте, я могу взять в случае необходимости настоящий логотип, который будет на сами отрисован в иллюстраторе. Можно будет сразу на основе нашего текста получить векторные линии, как во всех программах Adobe, которые работают с текстом, есть команды наподобие перевода текста в кривые или та же самая фотошоповская астрализация текста, когда из текстового слоя получается обычная картинка. То же самое есть у нас с вами в нашем распоряжении и в авторэффекте. И как только у меня уже появляются мои линии векторные, легко могу с помощью своей подборки эффектов вдоль этих линий что-нибудь такое интересное рисовать. Есть наше распоряжение готовый эффект, который совершенно замечательно будет по этим нашим линиям рисовать. легко могу сделать, естественно, толщину этих линий больше-меньше, легко могу в случае необходимости проанимировать этот процесс рисования. Есть, естественно, всякие разные интересные параметры и свойства, с помощью которых можно будет объяснить, что изначально ничего не будет нарисовано, а там секунд через пять весь текст будет нас с вами отрисовываться. Ну и как следствие будет наше распоряжение получаться такая вот несложная анимашка, которая вдоль нашего контру буквы все это будет нас с вами совершенно замечательно отрисовывать. Чуть-чуть медленно, немножко побыстрее. Естественно, эти наши анимашки можно будет как угодно издеваться, можно будет в случае необходимости, ну, например, все буковки, которые у нас с вами есть, каким-то образом интересно зашлиховать. Немножко страшновато смотрится эффект, но мне никто не мешает, в принципе, еще какой-нибудь эффект замечательно применить, который будет, например, ну, буковки мои заливать какой-то такой забавной штриховкой. Штриховка еще и будет каким-то таким вот забавным образом шевелиться. И как в случае и с нашим... Упс, подтормаживаем немножко. И как в случае с нашим текстом, я также могу задать для своей заливки примерно такую же анимацию. То есть изначально ничего у меня не будет закрашено, а к концу, когда все мои буквы на экране появятся, все у меня будет такой штриховкой заливаться. Ну и в итоге ниша такая будет непосредственно выходить. Плюс к этому можно будет, естественно, уже в дальнейшем с этим нашим буквами работать как с неким трехмерным объектом. Но хочу добиться действительно что-то наподобие такой логотиповости. После того, как у меня вот этот мой логотипочный экранчик застрахуется, можно будет его, например, в пространстве покрутить. Типа сделает он у нас с вами еще один полный оборот по оси вертикальной. Ну и в итоге буквы наши нарисовались, а потом еще и дополнительно повернулись. Трехмеры, конечно, не совсем настоящие, но с точки зрения других сторонних трехмерных программ. Но тем не менее, можно уже будет выходить из плоского экранчика на сами пространства действительно всякие такие вот трехмерности к нашему, соответственно, проекту добавлять. Хочу что-нибудь делать совсем интересное, именно связанное с эффектами. Ну, например, есть в нашем распоряжении еще один футаж. Такая вот симпатичная бабочка. Упс, сори, сори, сейчас, секунду. Очень многое то, что называется спецэффектами, предполагает использование разнообразных красивостей типа огня, дыма, взрывов из какими-то там бенгальской огни. То есть, когда у вас достаточно большое количество объектов будет двигаться по экрану, поэтому очень большое место в области именно виде дизайна занимаются эффекты, которые работают так называемыми частицами. То есть, есть некие генераторы, которые позволяют нас с вами выбрасывать на экранчик какие-то двигающиеся объекты. Эти объекты будут подчиняться определенным правилам. Они там будут по действиям гравитации вниз лететь или там по действиям ветра куда-то в сторону улетать. Естественно, есть подобные эффекты, пускай в немного таком простом исполнении и в автор-эффекте среди стандартных эффектов, которые нас с вами позволяют в случае необходимости добавлять такие генераторы, и у нас с вами в итоге уже будет вылетать какой-то такой фонтанчик интересный, который по действиям гравитации у нас совершенно замечательно вниз полетит. Но в случае с моими замечательными бабочками не нужны будут никакие фонтаны, летящие вниз. Мне нужно будет, чтобы мои частички просто вылетали во все стороны совершенно равномерно. То есть, из некого центра такие вот частички у меня будут во все стороны вылетать. И очень удобно то, что все вот эти наши квадратики, которые изначально скучные и интересные, я могу в случае необходимости заменять сразу любыми картинками классическими, анимационными, статичными. Я могу взять свою бабочку, ну и могу сразу объяснить моим частичкам, что вы теперь, мои частицы, не будете такие вот скучные и неинтересные, а вы будете использовать вместо квадратной формы вот эту нашу замечательную бабочку. Да, ну изначально, конечно, с бабочками перебор небольшой получается. Изначально это 60 бабочек в секунду у нас с вами на экранчике появляется, пускай будет 5. Ну и такие вот наши бабочки замечательные будут вылетать. Естественно, можно будет нам с вами их сделать в случае необходимости поменьше, крупновато они получаются. В случае необходимости сами бабочки можно будет сделать трехмерными, чтобы они у нас с вами не так вот плашмя вылетали, а чтобы, например, немножко как бы так вот на нас были непосредственно направлены. Ну и в итоге. В случае необходимости можно будет нас с вами проанимировать, чтобы там крылышки на шайм махали, у нас будет получаться достаточно интересный эффект, когда мы очень большим количеством объектов одинаковым образом управляем и все очень так миленько и симпатично у нас с вами будет непосредственно получаться. Ну и чтобы, например, моей машинки не было скучно ездить на пустом фоне, могу уже легко в качестве фона вытащить наших бабочек, и моя машинка едет, а за ней уже бабочки наши замечательно летят. стандартные эффекты есть достаточно сложные, типа вот эффект, который мы сейчас с вами смотрим щитцами, стандартные эффекты есть достаточно простые, которые позволяют нам с вами очень легко и просто делать в случае необходимости вроде бы как рядовые вещи, но очень легко и просто. Ну, например, есть наше распоряжение, ну, пускай будет лось. Хочу сделать для моего лося какой-нибудь там дождик простенький. Есть наше распоряжение, готовый эффект, который сразу позволяет к нашему либо статичному изображению, либо к видеоизображению добавить дождь. У этого дождя можно будет сделать размер в случае необходимости побольше. Я его сделал чуть позаметнее, чтобы он, соответственно, с вами на экранчике был лучше виден. Ну, и в итоге, соответственно, уже дождик идет. В 20 часов мышки получается очень интересный эффект, который можно будет в статичном слое применить и к видеоуслое применить. И все очень хорошо и правильно будет непосредственно получаться. Ну, стандартные эффекты это одно. Все-таки, как показывает тенденция последних лет, компания Adobe не особо стремится свои собственные эффекты разрабатывать, а она ориентируется на эффекты, которые производят дополнительно сторонние производители. И среди этих эффектов есть очень много замечательных, интересных, красивых эффектов, которые действительно позволяют нам добавлять очень интересные эффекты к нашему видео. поэтому есть наше распоряжение третья часть курса, которая как раз и будет посвящена этим самым дополнительным эффектам. Ну, может быть, для России это не очень пока что принципиально, но, с другой стороны, так как, например, если там разговор идет про те же самые эффекты от компании Red Giant. Одна из самых таких известных коллекций эффектов. Это как раз коллекция эффектов от компании Red Giant. Там набор эффектов из, что ли, там, 10 или 11 штук будет стоить около 1000 долларов. И это, по большому счету, не очень большие деньги за, как бы, средства производства, которые действительно позволяют вам добавлять очень интересные вещи к вашему проекту. Вот, например, сайт производителя. вот этих эффектов Red Giant. И сразу такая вот рекламка интересная начинается. Один из самых интересных подборок эффектов, эффект, который называется Traps You. У всех такие вот иск интересно взлетающие, всякие такие вот красивости, всякие такие вот интересные рисующиеся вещи и прочее, прочее. Такие вот штуки, которые позволяют прямо в After Effects рисовать в случае необходимости такие почти полноценные трехмерные миры. блики всякие красивые световые, то есть действительно то, что собственно как раз называется спецэффектами. Ну и стоит вся эта подборка 999 долларов, что на самом деле не очень большие деньги за очень-очень-очень могучий инструмент. Ну и соответственно все вот эти эффекты где-то примерно в таких вот пределах будут варьироваться, где-то от 200 до 1000 долларов, но они действительно очень существенно расширяют возможности автора эффекта. Как раз вот в части курса, который будет посвящен эффект дополнительного будет трекинг рассматриваться. Есть трекинг стандартный, который есть в After Effects, есть способ последнего движения немножко более сложный с помощью дополнительного модуля, который тоже комплект After Effects, так называем модуль Moco. Соответственно тоже будет в курсе третьей части все это достаточно подробно рассматриваться. Итак, и вторая и третья часть курса позволяет нас с вами ознакомиться с эффектами стандартными и эффектами дополнительными, но есть в After Effects еще одна очень важная такая ниша действий, которую должны будете уметь выполнять, это так называемый motion design, графический дизайн, когда вам нужно будет просто некие формы заставить на экранчике двигаться, текст, картинки, что-то такое интересное. Как раз к этому будет посвящена четвертая часть курса, которая занимается уже так называемой шеей-поанимацией, один из основных методов motion design и так называемыми выражениями. Будем учиться еще и программировать всякие разные интересности, связанные с управлением нашими объектами, не руками, а с помощью каких-то математических формул. Сейчас попробую, что это такое. Да, понятно. Что? 2D анимация. И 3D тоже может быть, то есть эти кусочки еще могут как-то так немножко пространство крутиться. То есть сейчас в принципе в After Effects с трехмерием все очень даже неплохо. Вплоть до того, что если вдруг мне нужно будет сделать некий логотип, который должен у меня по экранчику крутиться, мне даже не нужно будет пользоваться специальными программами. Есть у меня текст. Я могу в случае необходимости этот текст сделать, упс, текст это могу сделать трехмерным. И еще могу сейчас только чтобы ну да, чуть-чуть я переценил мощность нашего компьютера. А думаю, сейчас он одумается все равно. В старых версиях After Effects вот этот механизм, который работает с трехмерием, был такой немножко странный и местами из-за этих странностей он был очень тормозной. Если у вас на компьютере нету нормальной видеокарточки, вот это вот трехмерия, старая After Effects оно очень логучо работает. Там все же хорошо, потому что там появляются новые способы, с помощью которых трехмерия просчитывается, и за это все конечно в CES версиях работает на много симпатичные. Да, понятно? А он все равно может переводить на CES версии? Без вариантов, то есть только CES версии, потому что действительно очень много чего интересного добавилось. Ну а так в принципе я могу при необходимости уже этот текст аккуратненько как-то так в пространстве повернуть, чтобы на сами посмотреть все сбоку. Могу добавить в случае необходимости, чтобы у нас с вами какой-то блик световой получился, лампочку, которая будет мне мой текст освещать, уже будет получаться некий блик. но я могу своему тексту добавить в случае необходимости толщину. То есть у меня будут получаться толстые буковки и даже можно еще будет этим буквам добавить что-то наподобие фаски, скоса, чтобы у нас с вами уже действительно что-то такое вот 3D-шное получилось. даже смотря на такую простоту и несмотря на то, что у меня все на экранчике тормозит, конечно, то есть вы еще можете вокруг этого логотипа покрутиться, полетать вокруг, то есть в принципе достаточно даже в те еще времена, когда C6-я версия была, все уже так достаточно неплохо получается. Перебрасываете из иллюстратора любой логотип и его также можно будет сделать трехмерным, то есть есть специальная категория слоев After Effects, которые тоже замечательные работают, все отлично получается. Касаемо всяких разных выражений интересных, в After Effects есть полноценный язык программирования, с помощью которого можно очень интересные штуки делать, заставлять ваши объекты как-то по экранчику хитро двигаться. Ну, например, у меня будет нарисован какой-нибудь такой круг. поставить этот круг по центру экранчика, чтобы, соответственно, все ровно и хорошо получалось. Может быть, немножко поменьше сделаю. Ну, классический эффект. Хочу, чтобы мой круг на месте двигался каким-то таким случайным движением. Это можно, делать руками, но я могу написать для этого своего круга команду специальную, которая позволяет меня заставить это движение выполняться автоматически. Типа один раз в секунду будешь на 300 пикселей по экранчику колбаситься. Ну, и мой круг каким-то таким образом будет случайно по экранчику двигаться. Все это происходит случайным образом. Я могу, в случае необходимости, свои кружочки подублировать на экране любое количество раз. Ну, и по факту уже у меня такие кружочки будут по экранчику случайно двигаться. Если сюда еще добавить всякие интересные выражения, всякое интересное программирование, как и наше, которое мы с вами будем писать, так и всякие сторонние выражения, сейчас есть один из самых известных вариантов такого программирования. Готовый фактически вариант выражения, который позволяет наши слои соединять между собой, легко могу в случае необходимости выделить свои и их аккуратненько линиями присоединять. Все происходит фактически это автоматом и у нас с вами в итоге будет уже что-то такое забавное получаться. То есть это уже движение не руками, ваши объекты будут двигаться на экране каким-то образом с помощью форума математических ну и всякие такие сопутствующие вещи можно будет достаточно легко в случае неподимы что-то добавлять. Это как раз будет курс, который будет посещен всяким интересным связанным с анимацией. Ну не хочет запускаться никак у нас сэшной версии автор эффекта, но также вы сможете в случае необходимости в интернете чтобы примерно увидеть что к чему прописать motion design в поиске ну и всякие такие вот красивости отчасти но в данном случае здесь анимация совсем простая здесь можно делать анимацию ключевую но некоторые вещи действительно намного проще делать именно с помощью выражений то есть это прямоугольник все эти линии рисующиеся каким-то таким образом по экрану будут двигаться такие примеры как раз на курс сами будут рассматриваться все эти вещи как раз мы сами и учиться будем делать есть замечательный язык программируем называющийся javascript after effect умеет писать программы для определения свойств на этом самом javascript есть команда стандарт но типа которую сейчас написали команда так называется wiggle типа случайное движение но я могу все это прописывать и классическим образом то есть есть кредината x движения нашего объекта по горизонтали есть кредината x движения нашего объекта вертикали могу этим крединатам задать определенные тематические формулы и у нас все замечательно как вариант если вы будете обладать возможностью писать всякие интересные программы вам будет чуть попроще но как на примере того же самого скрипта который сейчас показал есть большая готовая колеса интернете таких скриптов в том числе бесплатно которые он может в своем сопряжении использовать ну или например есть даже готовые всякие разные модули и плагины типа таких вот например у меня будет нарисован премоугольничек я сделаю тоже я соответственно сейчас поставлю его в центр экрана чтобы у нас опс не то я его подублирую несколько раз а в случае необходимости поворачаю немножко чтобы каждый по-разному на сами смотрелся то есть вплоть до того что есть даже специальные программы которые позволяют нам ну скажем какую-то физику несложную нашим объектам задавать в After Effects и просто говорите что например вот эти вот наши квадратики это будут объекты активные которые называют динамические объекты вот эта вот полоска снизу это будет полоска которая будет типа полом это будет наш статичный объект ну и у вас сразу получается готовая анимация падают сталкиваются то есть все вот эти вещи физические уже достаточно легко можно будет делать в After Effects то есть это не только такие простые квадратики текст картинка видеоролики там вполне реально какого-то персонажа выделит шевеляющегося он также упадет на эту площадку соответственно на ней как на полу будет непосредственно двигаться ну и в итоге в данном случае за вас это сделает вот эта вот дополнительная программа но это сможет делать собственно и сами то есть будут такие примерки когда будет несложное выражение прописано сами то есть по крайней мере заставлять двигаться ваши объекты с помощью выражений по дуге по синусоиде по параболе вы научите на этом курсе то есть будут такие все вещи основные знать соответственно это тоже можно будет замечательно применять конечно то есть все это уже есть ну с счет того что еще можно будет в случае необходимости легко эти наши прямоугольнички с собой еще и соединить каким-то такими полосочками будет достаточно забавно что их получаться но это уже соответственно именно выражение которое действительно позволяет очень много что забавно и интересно делать и так если какие-то вопросы остались сейчас можно остаться на вопросе помучить если вопрос в дальнейшем будет появляться внизу есть моя почта можно будет смело писать вопросы на почту ну и приходи там учиться сшевер 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 это ваше у